Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал! В атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! В начале этого видео решила показать, как продвигается у меня процесс по вязанию летней туники или топика. Скорее всего, будет что-то между туникой и топиком. Не знаю, насколько мне хватит ниточек. Вот, показываю вам, что я не сижу на месте, потихонечку двигаюсь. Уже решила окончательно, что топик будет другой формы, нежели тот, который я вам показывала как-то на манекене в одном из видео. В общем, навязываю пока вот мотивы. А сегодня мы будем вязать, конечно же, не этот мотив. Мы уже это умеем делать. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию совершенно другой мотив. Вот он, этот мотив. Вот такой ажурный квадратик я предлагаю вам связать вместе со мной. Схему, кому нужна схема, кто умеет вязать и не начинающий, я оставлю эту фотографию во вкладке в сообщество. Эта вкладка находится на главной странице моего канала. Зайдете туда и найдете схему этого узора. Сразу хочу сказать, я немножко отступила от схемы и связала так, как мне удобнее. Там один ряд, он совершенно другой. Ну, думаю, кто уже опытные вязальщицы, те, я думаю, поймут, о чем я говорю. Поэтому можете вязать по схеме, а можете связать вместе со мной вот этот красивейший мотив. Сейчас, конечно же, я вяжу тунику, еще у меня платье из ленточного кружева. Не могу я разорваться на части. Поэтому канал заполняю я вот такими небольшими мастер-классами по вязанию мотивов. Поскольку лето и эти мотивы, я думаю, кому что понравится. Кто-то, может быть, выберет вот этот квадратный мотив. Кто-то выберет вот этот мотив и будет вязать со мной вместе тунику. То есть, во-первых, чтобы был выбор для вас. Ну, и как-то заполнить свой канал на то время, пока я вяжу какое-то изделие. Итак, мои хорошие, давайте приступим к вязанию вот этого красивейшего квадратного мотива. Итак, дорогие друзья, давайте же свяжем этот красивенный квадратный мотив. С цветком в центре. Скользящая петля. Раз, два, три. Три петли подъема. И еще две петли. Это будет наша арочка. Накид на крючок. И в наше колечко провязываем столбик с одним накидом. Опять две воздушные петли. Арочка. И столбик с одним накидом в наше колечко. Так продолжаем вязать, пока наших столбиков не станет 12. Петли подъема, которые мы делали в начале ряда, считаются столбиком. Итак, провязала я последний столбик. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Все правильно. Две воздушные петли. И можно под столбик. Можно прям в тело наших петель подъема самых первых. Соединительный столбик. Подтягиваем нашу скользящую петлю. Потом вот здесь вот ниточкой мы заправить должны вот этот кончик обязательно. Иначе может все распуститься. Теперь делаем пять петель подъема. Раз, два, три, четыре, пять. Два накида на крючок. И под арочку, вот под эту арочку из двух воздушек, провязываем не до конца, столбик с двумя накидами. Раз, еще два накида на крючок. Не до конца. Два, раз, два. Я сделаю три, поскольку ниточка толстая. И провяжу все петли вместе. Но если ниточка потоньше, вот этих столбиков можно сделать до пяти, с учетом петель подъема. То есть у нас четыре получается, но это потому, что у меня толстая ниточка. Конечно, такие мотивы выглядят очень ажурно, если у вас тоненькая ниточка. Теперь делаем три воздушные петли. Раз, два, три. Два накида на крючок. И в следующую арочку провязываем четыре столбика с двумя накидами с общей вершинкой. А еще этот столбик называют пышным. И все петельки вместе. И вязание повторяется. Три воздушные петли, два накида на крючок. И под каждую арочку провязываем вот такие лепесточки. Должно получиться, соответственно, двенадцать лепесточков. Итак, провязала я последний наш лепесточек. Вот такое солнышко у нас получилось. И теперь здесь, внимание, очень интересное соединение. То есть мы не идем до конца, не соединяемся сюда сразу. А сейчас делаем раз, два, три воздушные петли. Даже можно четыре сделать. Четыре воздушки. Столбик с двумя накидами. И вот теперь в вершинку нашего первого лепесточка провязываем столбик с двумя накидами. И последнюю, ну, соединяемся. Вот такое соединение, вот в этом месте. Соединились. Теперь делаем три воздушные петли. Два, три. И сейчас, внимание, под вот эту арочку будем делать разные великие столбики. Сначала начнем с общей вершинкой. Начнем со столбика с одним накидом. Теперь два накида на крючок, не довязываем. И три накида. И все столбики провязываем вместе. Два, два, три. И провязали вместе. Вот такой лепесточек у нас получился. Теперь нам нужно сделать пять воздушных петель. Два, три, четыре, пять. И, внимание, сейчас будет сложный столбик. Делаем шесть накидов на крючок. Три, четыре, пять, шесть. Входим в вершинку нашего следующего лепесточка. И провязываем вот этот столбик с шестью накидами. Два, три, четыре, пять и шесть. Но провязываем его опять не до конца. Теперь делаем три накида на крючок. Три. Входим в наш третий накид. Но я, собственно говоря, здесь точно не считаю. Прям вот делю вот этот столбик пополам. Значит, здесь вот где-то и есть наш третий накид. И провязываем. Раз, два, три. Не до конца. И еще три накида на крючок. И в эту же точку провязываем столбик с тремя накидами. И теперь все петли, два, три, провязываем вместе. Вот что у нас должно получиться. Теперь опять делаем пять воздушных петель. Два, три, четыре, пять. Три накида на крючок. И в эту же точку, вот ее хорошо видно, провязываем пышный столбик с тремя накидами и с общим основанием и с общей вершинкой. То есть не довязываем до конца. Так, что-то мне не получилось, не нравится мне. Раз, два, три. Раз, два, три. Не до конца. Раз, два, три. В эту же точку. Раз, два, три. И еще три накида сюда же. Раз, два, три. И теперь все петли провязываем вместе. И еще нам такой же лепесточек нужно провязать. То есть опять пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И такой же лепесточек, состоящий из столбиков с тремя накидами с общей основанием и с общей вершиной. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Все вместе. И все вместе. Давайте посмотрим. Вот что у нас уже вырисовывается. Теперь делаем пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И, внимание, проделываем вот такой же столбик, как мы здесь проделывали. Сначала один столбик с одним накидом, с двумя и с тремя. Только теперь в зеркальном порядке. Значит, сначала мы должны выполнить столбик с тремя накидами. Вот под следующую арочку делаем три накида на крючок. Раз, два, три. Не до конца. Два накида на крючок. Раз, два. И один накид на крючок. И провязываем все петли вместе. Вот у нас получился столбик в зеркальном отражении. Теперь делаем три воздушные петли. Раз, два, три. Два накида на крючок. Входим в вершинку следующего лепестка. Делаем столбик с двумя накидами не до конца. Еще два накида на крючок. Следующую вершинку вот этого лепестка. Столбик с двумя накидами. И теперь все провязываем вместе. Провязали. Теперь делаем три воздушные петли. И вязание у нас повторяется. Сейчас мы вяжем вот этот вот лепесток. То есть назовем лепесток с наклоном вправо. Сначала провязываем столбик с одним накидом не до конца. столбик с двумя накидами не до конца. И столбик с тремя накидами по дарочку. Два. Три. И все петли провязываем вместе. И вязание у нас повторяется. Провязываем сейчас вот этот сложный столбик. И потом идем. То есть все то же самое, что я уже показала. И встречаемся вот здесь. Небольшое дополнение, которое вот я нашла для себя. Чтобы вот эти лепесточки смотрелись красивее. То есть мы вот здесь выполняли все столбики с тремя накидами. Ну сложный столбик. Потом понятно вот этот столбик. А вот эти столбики все у нас были с тремя накидами. Так вот, вот этот пышный столбик смотрится гораздо лучше, если сделать следующим образом. То есть первый столбик мы делаем с тремя накидами. Раз. Два. Три. А второй столбик из этого пышного столбика делаем не с тремя накидами. А с двумя, чтобы он в центре лежал красивее. С двумя. И следующий с тремя. То есть у нас по центру будет идти столбик с двумя накидами. Раз. Два. Три. Вот. Он получается короче. И поэтому он в центре лежит гораздо красивее. Опять шум какой-то за окном. Вот это вот мое небольшое дополнение. И на мой взгляд, тогда вот эти веточки ложатся намного красивее. Ну вот даже сравнить. Вот здесь уже я сделала по-новому, так сказать. А вот веточка, где все столбики одинаковые. Она, конечно же, смотрится немножко по-другому. Итак. Дошли мы практически до конца ряда. Сейчас я присоединюсь вот сюда глухой петлей. И у нас останется еще один ряд нашего вязания. И так. Вот эту арочку. Раз. Два. Вот этих петель здесь может быть разное количество. Это в зависимости от вашей ниточки. У меня толстая ниточка. Поэтому, ну, сейчас вот посмотрю, сколько петель у меня здесь будет. Так. Три я провязала. Четыре. Пять. Ну, давайте. Шесть. Было пять воздушек. Шесть петель. Теперь вот сюда проделываю еще один столбик без накида. В смысле, не петель, а столбиков без накида. И сделаю здесь пико. Опять пять столбиков, шесть столбиков без накида. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. В макушечку столбика еще один столбик. И делаем пико. Два. Три. Пико. Еще одна арочка. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. В макушечку делаем столбик без накида. И пико. Два. Три. И пико. Сделали. Еще одну арочку обвязываем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вот так получается уже у нас. Прошу прощения. Сделали три столбика без накида под вот эту арочку последнюю. Делаем одну воздушную петлю. И пышный столбик вот в эту точку. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Ну, здесь сделаем все петли, все столбики одинаковыми. Потому, что здесь наклон столбика очень такой внушительный. Чтобы столбик лежал красиво, сделаем все петли одинаковыми. Закрыли столбик. Теперь раз, два, три, четыре, пять. И в эту же точку делаем такой же пышный столбик. Сейчас отключусь. Какой-то шум на улице. Сделаете самостоятельно этот столбик и продолжим. Итак, после пышного столбика делаем одну воздушную петлю. И вязание наше теперь повторяется. Только теперь мы сделаем вот здесь три столбика без накида. Затем один столбик в макушечку нашего лепесточка. Делаем пико из трех воздушек. Здесь у нас будет шесть столбиков без накида. Три, четыре, пять, шесть. Столбик в нашу макушечку лепесточка. Пико. И в принципе вязание повторяется. То есть вот сюда дойдем, свяжем вот этот элемент. Как его вязать я только что показала. То есть у нас будет идти обвязка, вот этот элемент. Обвязка, опять вот эти два столбика. Вот эти. И вот здесь делаем два столбика и соединяемся вот в этой точке. Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вот такой замечательный ажурный мотив. Вот так выглядит он с обратной стороны. Я не взяла сантиметр, но где-то сантиметров одиннадцать, наверное, он. Вот здесь вот расстояние одной стороны квадрата где-то одиннадцать сантиметров. Но повторюсь, что это толстые ниточки. Так вот здесь поправить немножко нужно. Это нитки Семеновская Ирина. И крючок здесь был двоечка. Конечно же, он поэтому достаточно такой толстенький. Кому нравится из таких ниточек вязать, можно связать летний жакетик. Но я люблю такие ажурные мотивы, конечно же, вязать из более тонкой пряжи. Такая как Астра, такая как Янарт Виолет, Роза, Пихорка Жемчужная или Ажурная, как-то так она называется. Ну, в общем, ниточка, которая гораздо тоньше. И с тонкой ниточки, мне кажется, будет выглядеть все намного красивее. Чем меня зацепил этот мотив? Что он не очень дырчатый. Ну, вот посмотрите, он какой-то заполненный. И если вам нужна вещь не совсем дырчатая, то этот мотив очень хорошо подойдет для этой вещи. Что можно связать из этих мотивов? Я бы связала летний жакетик или летний кардиган. Можно связать тунику. Много чего можно связать. Платьицы можно связать, скомбинировав его с какой-то красивой ажурной вставкой. Каким-то ажурным узором. В общем, красивенький такой узорчик. Мне нравится. Ну, вот, мои дорогие, на этом буду заканчивать сегодняшний мастер-класс. Кому понравилось, желаю творческих успехов, творческого вдохновения. И на этом я с вами прощаюсь. Всех люблю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.